Всем привет, друзья, с вами Пип и сегодня у нас на обзоре игра, которая называется Кнайт Оз Роуд. Рыцари дороги. Итак, смотрите, интересную фишку я заметил, если зайти в опции, в игровой процесс, то тут можно поставить галочку режим бога. Но тут пишется также, пожалуйста, имейте ввиду, если вы этот режим включите, то вы не получите достижение за победу над боссами. Так, тогда мы это трогать не будем, начинаем новую игру. Ну, классно, что она на русском языке, это уже огромный плюс. Если тут есть сюжетка какая-никакая, мы хотя бы сможем понимать, что тут происходит. Ух ты, нифига себе какой-то, это скелет или кто? Король Теобальт, докладывай. Прибыла новая партия материала, Эдит. Превосходно, пусть солдаты отдохнут, а потом снова отправляются на охоту. Будет исполнено. Осталось совсем немного. Да чего? Да чего немного-то? Ты, может, подробнее что-нибудь расскажешь-то. Да чего немного-то? Айва. Фред, приготовься. Кажется, нас ждет славная добыча. Тогда за дело. Гоните ваши денежки, господа. Фред и Айва, лесные разбойники. Они не нападают на крестьян, а грабят только богачей. Фея Айва владеет магией и способна превращаться в щит-бумеранг. Так Фред получает оружие для защиты и атаки. Полагаясь на мускулы и магию, Фреду и Айве всегда удавалось выбираться из множества передряг. Но впереди разбойников ждет приключение, полное опасностей, сталкиваться с которыми им прежде еще не доводилось. Прикольно, фея в щит превращается. А что же это за жанр-то у нас вообще, пока непонятно. Так, нам показывают огромнейшую карту. О, это у нас, нифига себе, это платформер. Так, а что это тут у нас написано? Ну-ка, чтобы прочитать надпись на табличке или поговорить с кем-то, нажимайте Y. Ну, неудобно на самом деле. Так, двойной прыжок. Ай, птица, блин, а по птице, наверное, можно было. Так, нажмите, чтобы бросить щит. Ну, это я умею. Во время прыжка нажмите, удерживайте, чтобы атаковать врага. А, вот так это. Я понял. Так, нам тоже разбить ящик. Так, мы кусочек золота нашли. В прыжке нажмите A, чтобы сделать двойной прыжок. Так, двойной прыжок перезарядится, если приземлиться на землю или ударить врага по голове. Так, а там типа вниз можно? Наверное, нельзя. О, монеточка еще. Ой. Ух ты, получилось. Так, не знаю, какую-то фигню я взял, пока не понимаю, правда, какую. Дальше что? Бросая щит, ты расходуешь манну. Чтобы восстанавливать запас маны, собирай колбы. Или атакуй врагов. Прыгаем на голову. Так, значит, это колбы. Я колбу, значит, собрал. Хорошо. Удерживаю B, чтобы поставить блок и отбить летящую какую-то фигню. Вот так вот. Я понял. Я понял, как тут действовать. Но надо все равно быть аккуратнее. Да как тебе? Блин, надо, наверное, было по-другому немножко. Так. Жизни меня мало. О, это кто? Волшебник. Приветствую тебя, путник. Я странствующий маг. На своем пути, несомненно, ты встретишь еще других волшебников. Я владею заклинанием сохранения. За волшебное вознаграждение я впишу твое имя в эту волшебную книгу. И если потерпишь неудачу, вае заклинание воскресит тебя рядом со мной. Воспользуешься за пять монеток? Да, почему бы нет. Уверен, ты сделал правильный выбор. Хорошо. Я хотя бы, если тут сдохну, буду все время тут начинать. Полезный совет. Если ты разбил сундук, из него что-то выпало, то ты замешкался, и предмет исчез, не беда. Можно загрузиться на ближайшем чекпоинте, и тогда сундук появится заново. Не, ну возвращаться... Так, а тут-то как мне быть? В прыжке я держиваю икс, чтобы приземлиться на шипы и оттолкнуться от вражеского снаряда. А как мне? Да нифига себе, я так... у меня не получается так. Да блин, мне не получается тут. Оттолкнул. О! Прокатил. Да блин, да гребаная фигня. Тут надо еще запрыгнуть нормально. Я просто боюсь на ящерицу приземлиться. Блин, чуть не упал. Так, ладно, у меня одно сердечко осталось. Ну вообще супер. Да блин, щит выкинул. Так, ну, кстати, не зря и сохранился. А как мне прыгать-то потом? Блин, и опять одно сердечко. Слушайте, ну тут прям сложное место такое. Мне бы сердечки замутить. А как мне? Я же не могу дотуда допрыгнуть никак. Блин. Ладно, пойдем дальше. Так, стань на склон, подпрыгивай, удерживай. При земли шесты покачишься с горки, скатывайся, нажимая, чтобы совершить высокий прыжок. Так, еще раз, что-то я удерживаю. Удерживай, а? Еще раз. А, на х удерживай. Прыжок большой. Ну я удерживаю. А, вот так, что-ли? Да нифига себе. Да я тут не допрыгну никак. Скатываясь. Ух ты, нифига. Почти получилось. Так. Ох. Да швыряй же ты. Щит швыряй. Щит швыряй. Прикиньте. Ну только вот так, типа. И как. Да я не могу теперь ничего сделать, прикиньте. Я не могу этот ящик разбить. Я тут прыгнуть, потому что не могу, блин. А тут мне, типа. Ладно. Получилось. О, маг. Отлично. Так. Конечно, воспользуюсь. До сюда еще хрен пройдешь. Типа, вниз. Ух ты, ой, там какая-то фигня была. Так, подождите. А там? Там секретик был. А ты кто? Я думал с ним поговорить, блин. А он, оказывается, в меня целился, сидел. Эк, птичка, я просто мимо тебя пробегу. Хотя, блин, с них монетки же падают. Хорошему надо как-то их долбить. Так, девочка. С недавних пор в наших лесах стали снова рыцари и солдаты появляться. Поэтому мама запретила мне покидать нашу деревню. Окей. Девушка. Раньше я ходила в соседнюю деревню навестить бабушку, а теперь не могу. Я боюсь рыцаря великана и его солдат. О чем ты говоришь-то? Так, я с колодца ничего не могу поиметь. К сожалению, нет. О, какой-то мужик. Мужчина. Уж не знаю, что эти солдаты пытаются найти в наших лесах. Явно не грибы. Мой сосед рассказывал, что однажды видел, как один солдат поймал лесную фею, спрятал ее в мешок, а был таков. Даже не знаю, верить ли в это. Мой сосед знатный выпивоха. Так, в смысле, ты хочешь еще монет? Ладно, давай. Ближе уже хотя бы буду сохраняться. Это что за фигня тут? Ай, блин. О. Ох ты, гаденыш. Я не ожидал, что ты стрельнешь так резко. Ух ты. Как Марио прям. Вот так. О, монетку. Отлично. Ой, не упал. Ай, монетку. Ну, там монетку не вариант был брать. И что, стрелять-то будешь? Ох ты, гаденыш какой. О, курочка. Отличная жизнь взял. Так. Ну, я чую, я скоро до какого-то босса, наверное, доберусь. Странник. Солдаты поставили эту стальную решетку. Как видишь, она заперта. Скорее всего, ключ они отдали троллю, который должен был охранять этот туннель. Но тролли не шибко умные. Наверняка забыл о твоем поручении. Отправился на охоту и заблудился. Хренов знает. Сейчас посмотрим, поищем тролля. Там какой-то скелетик вон зарыт. Так, ореоль. Ага, хрен я допрыгнул. Так, а мне, получается, надо на птицу эту. Да? Так, птица. Эй, лети назад-то. Птица. Так, походу, вот так надо делать, да. От птицы мне надо запрыгнуть. Так, а как так получилось? В смысле? Почему я не смог? Так. Да ни хрена ты... Вы видели, как он хитро сделал? Он прям взял атаку провел. Я тоже немножко Буду поаккуратней Да говно кусок Блин, а вот тут на самом деле-то тяжело Тут же можно и сдохнуть очень быстро Да блин, вот я так и знал Двойной прыжок надо гребаный делать О, курочку взял Шустрый, очень Очень шустрый Засранец Вот так Монеточка, монеточка, это хорошо Так Опа Так, теперь орел Так, а почему? А как... Почему у меня на орлат не срабатывает Иногда прыжок Блин, так все вроде хорошо пошло Да что-то потом чупок Ни хрена Ну, теперь тут монетка Да блин Гад Как-то вот он Стреляет так Так, пробуем Еще раз Вот на орла Теперь нормально Ай, блин, курица улетела Вот Мне бы она сейчас Не помешала бы Так Дальше Дальше, дальше Бежим Вот, блин Сложное там место Конечно Да-да-да Я с тобой уже разговаривал Ты мне Абсолютно не интересен Вот тут надо Мага ставить Потому что Тут очень сложное место Тут с этим орлом Блин, можно О, есть Получилось Прям с первого раза Охренеть Во, маг Давай Добрый день Да-да-да Я, конечно, хочу Не понял Он мне говорит Что я сейчас С кем-то сражаться буду Подожди А мне куда? Налево или направо? Я в любую сторону могу Тут что такое? Прыгни, ударь чучело По голове Чтобы пополнить ману Окей, так Ты что скажешь, Гаррет? Король Теобольд Был славным правителем И народ уважал Его и ценил Но случилась однажды Беда В его обители Заклятина Краднеевого Чародея наложил Мы с братом Гастролируем По городам И деревням Устраиваем Различные представления И веселим людей Правда Вот наша кобыла Убежала давно И мы тут Застряли Это все Гаррет виноват Да, блин Нифига Я почти запрыгнул Вот Почти Вот прям Не хватает Чуть-чуть прям Хрен его знает Ладно Ну вот тут Блин Вот это Сложный Опа Так Для хрена Я запрыгну У меня что-то прыжок Не такой уж О О О О Курочка Замечательно Слушайте Тролль Все Измочил тролля Фух Я еще выжил Прикиньте Так Так Теперь Мне нужен Мак Срочно Я просто Не знаю В какую Мне сторону Тойти Наверх Блин Я там не пройду А Подождите Я же открыл дверь Ой, блин Вот так и знал Вот так и знал Блин Что я тут Сдохнул Ну, Мак Ну ты козел Вот такой Козлина Этот Мак Ты не должен Был сейчас Вот тут Ты должен Был быть Позже Он должен Быть Намного Позже А он Гаденыш Ай, блин Да вот Ну все Мне теперь И жизни Не хватит На этого Тролля Блин Опять одно Сердечко Конечно Блин Да блин Не прыгает Он там Падла Не прыгает Он там Падла Значит Надо Блин Наверное В другую Сторон Возвращаться Гаденыш Опять Одна Жизнь Так Не пойду Ко я В эту Сторон Ага Меня там Целая Толпа Ждет Да О Да вот Я не успеваю Два прыжка Гребаных Сделать Ладно Короче На этом Наверное Будем Заканчивать Блин Ну такой Прикольный Платформер Но тут Надо Короче Попотеть Очень Тайминги Нужны Еще С прыжками Тут Не особо Хорошо Прыжки Сделаны Прям Не идеально А быстро Какая-то Прям Мне кажется Задержка В отклике На прыжок И не всегда Быстро Получается Его сделать Даже Ее Вот Сейчас Нажимаю Прыжок И вижу Что Немножечко Все-таки Какой-то Отклик Запоздалый Ну а так Слушайте Прикольно Сделан Платформер В пиксельном Стиле Такой С сюжеткой Какой-то Более-менее Адекватной И даже Может быть Что-то Интересное Будет Так что Играть тут Я бы сказал Даже Не особо-то И легко Можно поставить Режим бога Пробежать Все Но достижения За боссов Соответственно Никто не получит Ну а мы Дальше Наверное Я не знаю Попробую Может быть Еще как-нибудь Поиграть Может ради Интереса Просто Чтобы сюжет Узнать Режим бога Включим Посмотрим Что и как Будет дальше Либо пропустим Уже эту игру Пока не знаем На этом Сегодня все Ребята Если понравилось Видео Обязательно Ставьте палец Вверх Подписывайтесь На канал Кто еще не подписан Впереди Еще куча Интересных Игр На обзоре И Большую часть Наверное Скорее всего Мы опять Будем тоже Пробовать проходить Я уже Правда Не знаю Когда мне Успевать Все это Проходить Потому что Куча разных Игр Понравилось Уже На прохождении Я не знаю Больше сотни Наверное Игр Часть Из которых Вы вообще Даже позабыли Потому что Я уже сам В некоторые Забыл Как последний Раз играл Но Буду стараться Потихонечку Возвращаться К ним И новые Ролики Выкладывать Блин Уже язык Заплетается Все С вами был Пип До скорых встреч Увидимся Пока